Второклассница Айганым Кайшива вместе с братьями учит уроки по старинке у масляной лампы. От этого страдает не только зрение, признается девочка, но и учёба. Мы хотим, чтобы нам поскорее подключили электричество и дали свет. У меня глаза болят. Из-за этого много ошибаюсь. А учительница ставит мне тройки за двойки. Семья Айганым живёт в посёлке рядом с нефтяной столицей страны Атырау, но нефтедоллары текут мимо него. Сельчане готовят еду на костре, а питьевую воду покупают в соседнем ауле. Несколько лет назад люди получили земельные участки под жилищное строительство. Власти обещали провести в дома акжаровцев коммуникации. Но пока электричество есть только в здании сельского Акимата. Сюда сельчане ходят заряжать сотовые телефоны. Впереди зима. А ведь элементарный блок цивилизации в этом суровом краю выжить непросто. Отчаянное положение толкает акжаровцев на решительные действия. «Мы пришли. У вас не хлеба и денег просит, а провести свет. Нам мизерную зарплату. Мы покупаем воду и бензин для генератора. Сколько можно так жить?» Попытка обратить внимание районных и областных чиновников на своё тяжёлое положение уже не первая. На этот раз местный Аким обещал позаботиться о людях. «Сейчас ведутся монтажные работы. Проводим воду, газ, электричество. До конца октября планируем всё это провести». По словам сельчан, электричество в посёлке уже давно проведено. Но вот подключить его чиновники затрау не дают. По городскому отделе строительства ситуацию комментировать отказались. Как долго Айганым и другие акжарские дети ещё будут делать уроки в полумраке неизвестно.